Здравствуйте, уважаемый президент Шавкат Мироманович! К вам обращается гражданин Узбекистана Милибаев Анвар Чарыевич, 1964 года рождения. Уроженец города Термеза, директор предприятия «Профисерхо». Русскоговорящий, может, поэтому со мной и случилась эта история. Я извиняюсь перед вами, у вас и без меня много проблем. На сегодняшний день больше 35 миллионов граждан. Вот моя история. В 2015 году я и моя семья остались без крова, то есть без дома. Наш дом попал под снос. Полученные деньги, хоть и маленькие, я вложил в объект нечестного предпринимателя Эламонова Бойназара, хозяина частного предприятия «Сантигазмонтаж». И благодаря неправомерным решениям хозяйственных судов и прокуратуры. В 2014 году между нашими предприятиями «ЧП «Профисерхо» и «ЧП «Сантигазмонтаж»» был заключен договор. Настоящий, с конкретной оговоренной суммой, закрепленный печатями, с оговоренными прочими человекочасами, указанными смете и заверенными госстройэкспертизой, которые нельзя менять. На монтаж и наладку охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение и телефонизацию была предоплата 50% на хорошо вам известный объект «БОМ» – батальон охраны моста в Термесском районе, поселок Айретан. По окончании работ был сделан акт трехсторонний и подписанный заказчиком, генподрядчиком, мною и субподрядчиком. Также был сделан акт выполненных работ и подписанный генподрядчиком, то есть Иламоновым, субподрядчиком мною. В следующем был счет-фактура с указанной суммой за выполненные работы. После начались ни подписи, ни печати, печать то в Ташкенте, то еще где-то. Я пообещал подать в конце концов суд, но олигарх Иламонов, Бойназар, уверенно сказал, иди куда хочешь, денег не получишь. Денег я не получил, он сдержал свои слова. Только у меня возник вопрос, откуда у него была такая уверенность в своих словах, на кого он рассчитывал. Неужели у него такие хорошие связи в хозяйственном суде, прокуратуре, экспертизе, который сделал экспертизу такую, которая ему нужна? И которую я опроверг, немного погодя, доказав путем перерасчета. В той же, в той же экспертизе госстроя. Согласно статьям 327 и 328 ЭПК РУС, согласно вновь открывшимся обстоятельствам, я четыре раза подавал дело с новым иском в экономический суд. Каждый раз я получал отказ. Ход суд мотивировал это дело сроком давности. Я не побоюсь сказать, что в моем случае был коррумпированный сговор между экономическим судом, прокуратурой и экспертизой госстроя с подачей Эламонова-Бойназара. Уважаемый президент, Шавкат Мирамонович, я и моя семья очень надеемся, что вы услышите нас и поможете вынести справедливое решение. С уважением, Мейлибаев Анвар Чаревич.